С вами Актуальное интервью. Меня зовут Павел Танин. И сегодня у нас в гостях министр имущественных и земельных отношений Республики, Саха-Якутия, Евгения Григорьева. Евгения Васильевна, здравствуйте. Добрый день, Николай. Сегодня мы с вами хотели поговорить об эффективном управлении государственным имуществом. Но перед этим вот такой замечательный вопрос, который недавно прошел в Санкт-Петербурге, Международно-Арктический форум. Наша делегация там выступила, как обычно, какие-то предложения внесли. И вот в том числе поставила вопрос наша делегация о наделении землей представителей коренных малочисленных народов Севера, потому что принцип безвозмездного пользования землей в полной мере не реализуется. Как будет решаться этот вопрос? И вот, я думаю, стоит рассказать про принцип вот этого безвозмездного использования, который не реализуется. Да, действительно, проблема очень давняя, и мы про это давно говорим. Мы два раза входили в законодательную инициативу в Государственную Думу, но, к сожалению, не нашли понимания в этом вопросе. Еще в 90-е годы было провозглашено право бессрочного постоянного пользования коренных малочисленных народов Севера. Но, к сожалению, в новом земельном законодательстве это не нашло отражения. На сегодня КМНС могут пользоваться разрешением на использование земель для своих целей. Поэтому проблема, конечно, правильно поставлена, нужно ее решать и нужно двигаться дальше. Вот вы говорите, для использования своих целей, то есть это предполагает именно какое-то традиционное пользование или же просто земля? Традиционное пользование именно имеется в виду. То есть для выпаса оленей, в основном, поскольку здесь речь идет о пастбищах, действительно очень больших размерах, там не менее 100 гектар. А какое-то, говоря, к изначальному закону, говорили, в 90-е годы было прописано, и там какой-то размер указывался этих земель? Нет, не указывался, да. То есть просто выдавать подпользование традиционным промыслом. Хорошо, и перейдем уже к вопросу, о котором сказали с самого начала. Это вопрос эффективного управления государственным имуществом. И хотелось бы узнать, каким сегодня объемом вот этого государственной собственности обладает наша республика. На сегодня объем государственной собственности, он вырос за последний год на 6,7 миллиардов, где-то и состоял 150 миллиардов рублей. То есть мы говорим о постоянном росте государственного имущества. Кроме того, я хочу отметить то, что у нас на сегодня еще порядка 11 государственных монетарных предприятий осуществляют свою деятельность, 510 государственных учреждений. И мы имеем контрольный пакет акций в 36 акционерных обществах, в 35 акционерных обществах и где-то порядка 56 акционерных обществ, где вообще присутствует доля республики. Поэтому, несмотря на то, что мы говорим о необходимости сохранения тех государственных активов, где осуществляются только государственные функции, мы сохраняем свое участие. Вот вы сказали, что мы в Якутии, как бы она имеет части и в акционерных обществах, то есть Алроса. Ну, много их, но некоторые не такие популярны, как та же Алроса. То есть, может быть, расскажете о менее слышимых, скажем так, компаниях, которых мы имеем свою долю. По крайней мере, например, менее слышных, да, Саха Меди, 100% у нас собственности государственной. Медиахолдинг Якутия, тоже 100% из области средств массовой информации. Мы имеем 100% в сельскохозяйственных активах, таких как Туймада Лизинг, Туймада Агроснаб, Неренгридская птицефабрика, Саха Булт. Есть такие предприятия небольшие, как Медтехника, то же самое, как бы вот. Есть Якутская выставка. То есть, в принципе, это небольшие предприятия, и мы там сохраняем свое участие в виде пакетов акций. Если же говорить о государственных учреждениях, то вы понимаете, что государственные учреждения, это прежде всего в социальной сфере, в сфере здравоохранения, образования. В отношении же государственных унитарных предприятий, мы в рамках прогнозного плана приватизации в этом году провели и проводим преобразование наших двух государственных унитарных предприятий. Это БИЧИК, который уже преобразовался в акционерное общество. Мы ждем отчета об эмиссии акций. И вот ГУП ФАПК Туймада, который тоже так же акционируется, и мы надеемся, что к концу года уже распоряжение выйдет. Опять же, говоря про участие республики в акционерных компаниях, что это дает региону? Региону это дает в определенной степени, например, если взять Алроса, это дивиденды, причем достаточно они увеличились с момента открытия этого акционерного общества. Деятельность общества стала более прозрачной. Если мы раньше имели дивиденды где-то в пределах 2 миллиардов рублей, то мы за 2016 год получили где-то порядка 16,5 миллиардов рублей. И по результатам этого года мы также ожидаем, ну будет, конечно, небольшое снижение в связи со сложностями в целом в экономике страны, мы ожидаем где-то порядка 11 миллиардов рублей. Но здесь тоже предстоит большая работа с акционерами, и с учетом того, что имеются проблемы, связанные с миром, в целом с реализацией алмазов, то, соответственно, получается вполне возможно, что размер дивидендов будет поменьше. То есть в первую очередь участие в акционерных обществах это дивиденды, то есть опять же налоги и пополнение бюджета? И влияние на управление, влияние на экономику в целом, ведь мы сохраняем участие именно для того, чтобы была возможность регулировать некоторые моменты. Например, в ценообразовании, во влиянии как бы на занятость населения также. Поэтому это политика общая республики. Мы затронули немного про дивиденды, но опять же мы говорили только про акционерные сейчас. Хотелось бы услышать о результатах финансово-хозяйственной деятельности субъектов государственного сектора экономики республики за 9 месяцев. Ну, я не знаю, рановато еще, наверное, за год подводить, хотя декабрь уже скоро вроде бы заканчивается. Правильный вопрос, потому что все-таки работа наших предприятий наносит сезонный характер. 9 месяцев это не совсем показательный период. Но, тем не менее, я думаю, что опять же, как-то констатирую некоторые такие позитивные моменты, как снижение кредиторской задолженности, серьезную работу с дебиторской задолженностью наших предприятий. Тем не менее, у нас наблюдается все-таки увеличение убыточных, но небольшой процент. Поэтому здесь есть проблемы, над которыми мы еще должны до конца года, совсем немного осталось, поработать и все-таки снизить количество убыточных предприятий. Ну вот, говоря опять же про государственный сектор экономики, ну вот, к примеру, мое личное мнение по большей части, то есть всегда считаю государство таким в плане бизнеса, в плане того, что должно зарабатывать деньги, как чистая модель бизнеса и предпринимательства, государство в этом плане немного плохой управленец. Ну, прав ли я, то есть это не такое устоявшееся прям мнение, то есть оно может изменить. Имеет место быть, поскольку все-таки оперативность, реагирование государства, она, с учетом того, что государственная система, это большой механизм, она не такая, как бы, быстрая, как хотелось бы сейчас в условиях новых, нового рынка, новых рыночных отношений. Поэтому правильное мнение. То есть масштабы все-таки сказываются. Хорошо. А вот говоря про приватизацию, то есть недавно были новости, да, что есть какие-то предприятия, которые, опять же, вот перевод в акционерные, да, вы говорили про Бичик издательства. Что вообще в план приватизации государственного имущества входит? Мы в прошлом году перешли на трехлетние прогнозные планы приватизации. До этого мы прогнозировали только однолетний период, то есть следующий финансовый год. В данном случае у нас, вот если вспомнить этапы приватизации, все-таки мы сейчас сместили акцент не на привлечение дохода в бюджет, а в большей степени на реализацию каких-то инвестиционных проектов, привлечение стратегических акционеров, которые бы повысили эффективность управления нашими акционерными обществами. Сейчас в прогнозном плане приватизации на трехлетний период, это вот с учетом исключения вот двух этих предприятий, по которым акционирование завершается, у нас еще четыре государственных унитарных предприятия, по которым мы должны завершить преобразование в акционерное общество. Из них самое крупное, это наше государственное унитарное предприятие Комдрагмет, по нему завершается инвентаризация имущества, и мы надеемся, что в следующем году мы сможем выйти уже на само решение правительства об условиях приватизации, об акционировании. Ну и 12 на сегодня у нас объектов энергетики крупных, стоимость которых составляет свыше 100 миллионов рублей. Мы также говорили в этой студии о том, что мы планируем увеличить свое участие в Якутскенерго и вот постепенными как бы шагами продвигаемся к этому решению. Вот вы также сказали, что сейчас прогноз идет трехлетний, ранее был на один год, то есть сейчас мы впервые трехлетним прогнозом пользуемся. Вот через сколько, ну может быть в конце следующего года, может быть в начале уже, в начале следующего, когда будут какие-то вот, так сказать, видны результаты вот этого перехода на трехлетнее прогнозирование? Я думаю, что это будет видно, наверное, все-таки не в следующем году, а все-таки через год. То есть в 2019 году, насколько мы правильно движемся в этом направлении. Ну вот мы больше говорим сейчас опять же про государственное управление, про государственный экономический сектор, но у нас же есть, как говорится, все без этого нельзя, это важная вещь, это малый и средний бизнес. И вот интересует деятельность вашего министерства по имущественной поддержке субъектов малого и среднего бизнеса в республике? Да, действительно, это немаловажная часть работы вообще органов и как государственного управления, так и муниципального управления. Здесь нужно отметить то, что все-таки на сегодня у нас нормативно-правовая база в отношении оказания имущественной поддержки, она в республике сложилась. Мы говорим о том, что в целом у нас по субъектам малого и среднего бизнеса заключено порядка 386 договоров. Это только в отношении республиканских объектов собственности где-то порядка на 24 тысячи квадратных метров. То есть здесь нужно отметить то, что в аренду предпринимателям сдается не только имущество, которое находится в казне, но и имущество государственных учреждений, государственных унитарных предприятий. Это вот один момент. Второй момент, он заключается в том, что правительством предусмотрены определенные льготы. У нас где-то порядка 40% от рыночной стоимости аренды вообще субъекта малого и среднего бизнеса. Существует скидка, так скажем, льгота. И в зависимости от того, какие виды деятельности осуществляются, если это социально значимые виды деятельности, то уже идет оплата в размере от рыночной стоимости аренды первый год 10% только, следующий год 20%, третий год 30%. Это вот по арендной плате. По земле я бы хотела отметить следующий момент, что у нас с нашим земельным кодексом республики предусмотрены так называемые якутские гектары, крестьянским фермерским хозяйством до 6 лет безвозмездного пользования. В тех муниципальных образованиях, которые не являются районными центрами, предоставление осуществляется без торгов крестьянским фермерским хозяйством. И по истечении 5 лет фермеры имеют право на приватизацию, то есть на бесплатное, ой, вернее, на оплатное получение вот этих вот земельных кодексов. Вот говоря про якутский гектар, он выдается в купе вместе с дальневосточным гектаром. У нас мне подсказывает, одна минутка осталась буквально. И вот в двух словах, как реализуются мероприятия по проекту гектара для дальневосточного? Да, мы вот в рамках Дней Дальнего Востока будем презентовать наш проект «Дальневосточный гектар». Республика сохраняет свои позиции на третьем месте в целом по Дальнему Востоку. Наибольшая активность именно от граждан, проживающих на территории нашей республики. Из-за пределов у нас на сегодня 242 заявления только. Это в общей сложности мы имеем на сегодня 15 680 заявлений, которые в работе. Но в целом показатели у нас хорошие. Евгения Васильевна, спасибо, что ответили на наши вопросы. Надеюсь, встретимся еще. Я напомню, что у нас в гостях была министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева. До встречи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова